добрый день дорогие зрители вернее даже слушатели сейчас я за рулем и поэтому вы меня не видите вы видите только дорогу и будете слушать меня я хотел бы с вами поделиться одной мыслью поделиться своим опытом можно сказать опытом работы в интернете я работаю 2011 года в интернете ну и знаете что я понял что на самом деле бизнес в интернете делают не те люди которые ищут там работу стив джобс как-то сказал что образ мышления бедных людей он таков они все время надеются выиграть в лотерею они надеются найти какой-то клад они надеются на какое-то наследство они ждут постоянно чего-то ждут и надеются что какой-то дядя им предоставит возможность заработать но это не так на самом деле и вот что я прошел в интернете меня как-то пригласили в одну сетевую компанию и вот я в принципе там недолго поработал там поменялся маркетинг вернее поменялся продукт который меня уже не интересовал и в общем-то моих знакомых поэтому вот я ушел оттуда потом я был промоутером другой компании сетевая она или финансовая пирамида до сих пор ведутся споры в этом отношении любом случае это компания уже работать не будет хотя эти суды еще идут и окончательный вердикт не вынесен однако люди уже потеряли деньги которые вложили в эту компанию и действительно они даже если ее оправдают своих денег они уже не вернут это факт и что хотелось заметить эта компания на самом деле была имела все признаки того что это не пирамида финансовая и продукт у нее был и зарегистрирована была официально была зарегистрирована сша а там финансовые пирамиды не регистрируют и и лидер был публичный президент и все признаки были того что она нормальная живая действующая сетевая компания и презентации оффлайн были и встречи были в престижных странах теплых странах и перспективные планы в отношении ее работы были и в общем судить они вот до сих пор спорный вопрос в отношении того какая она является сетевая она или финансовая пирамида и что я хотел этим сказать что предпосылок для ее скама не было но он внезапно пришел сегодня вы тоже возможно являетесь партнером какой-нибудь компании и вы уверены что это не пирамида но хочу вас предупредить будьте осторожны это нормально когда вы хотите свои деньги приумножить вы хотите получать доход от вложенных средств ну хочу сказать что даже в библии не осуждается предпринимательский подход но не будьте категоричными не впадайте в крайности некоторые продают машины и квартиры вкладывая в бизнес и проигрывают поймите что какая бы надежная организация людей бы ни была она терпит крах поэтому хочу вас еще раз настоятельно предупредить в том чтобы вы даже нанимаясь на работу в какую-нибудь компанию или даже вкладывая деньги в какой-нибудь банк или даже надеясь на какое-то государство живя в каком-то государстве вы когда уверены в этом на все сто процентов не обманываетесь будьте осторожны поймите что это все временно и это действительно очень может быть для некоторых опасно не надейтесь полностью не доверяйте бизнесменам в бизнесе всегда есть правило доверяй но проверяй всего вам доброго и успехов в бизнесе и и и Продолжение следует...